Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 ноября. Память преподобного Луки. Блаженный Отец наш Лука происходил из фицилийского города Таврамения. Еще в юношеском возрасте он с усерднем посещал Церкви Божии и был не только слушателем, но и исполнителем Божественных Писаний. И когда родители задумали найти для него жену, он ночью ушел из родительского дома в непроходимую пустыню, где и жил вместе со зверями. Проведя 14 дней в посте, он удостоился божественного и ангельского посещения. Наконец он прибыл в одну обитель, где и принял иночество и предался суровой постнической жизни. Через три или четыре дня он кушал немного хлеба и воды и почти не предавался сну. Так он прожил полтора года. Потом он вместе с одним иноком удалился оттуда на гору Этну, где и подвязался, питаясь только зелиями, растущими на этой горе. Мало отдыхал, мало спал, пребывая все время в одной одежде и босым. У него было уставом и обычным правилом – не выходить из своей кельи до тех пор, пока не окончить чтение всей псалтирии. Обыкновенно он оканчивал правило к третьему часу. От третьего часа и до шестого преподобный трудился. И уже после шестого часа он кушал немного пищи, не оставляя при всем своих трудов. Поступая так, он удостоился великой благодати и уразумел всякую мудрость, так что некоторые, недоумевая, говорили, откуда он знает книги. По бывшему ему откровению, он отправился в одно место, где собрал двенадцать иноков и приложил большое старание о благоустроении их. Ради этого преподобный отправился даже в Византию и осматривал устройство монашеских общежитий и беседовал об этом с тамошними отцами. Оттуда он возвратился в Каринф, где, прожив в одной обители не более семи месяцев, с миром отошел ко Господу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова